Добрый вечер уважаемые телезрители и сегодня в прямом эфире программы Сегодня у нас два гостя, но прежде чем представить их я вам хотел бы сказать следующее Что безусловно коронавирусная инфекция и та пандемия, которая накрыла весь мир Она внесла определенные коррективы в нашу жизнь повседневную И естественно коснулась это всех сфер нашей жизни В том числе и как ни странно предвыборных агитационных всяких мероприятий Сегодня мы пригласили сюда Гавида Турсенбаевича Турсенбае Заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области И Ларису Леонидовну Котельникову Заместителя председателя областного русского центра И директора социально-волонтерского центра ДОС Но говорить мы сегодня будем не о их работе, а о их участии в программе Праймерис Итак, уважаемый Гавида Турсенбаевич, скажите пожалуйста, что такое программа Праймерис И как вы в нее, собственно говоря, попали Спасибо за приглашение, добрый вечер еще раз Прежде всего я хотел бы привести пример Например, в странах с развитой и устоявшейся демократической системой Праймерис превращается в одно из самых важных событий предвыручной гонки Одним из самых ярких государств мира, практикующие Праймерис, является Соединенные Штаты Америки В переводе с английского означает именно «предварительный» То есть Праймерис – это предварительные внутрипартийные выборы Проводимые с целью выдвинуть наиболее сильных и популярных кандидатов Которые потом поборются с соперниками из других партий За место в органах законодательной власти на основных выборах Есть специальный сайт primerskz. Мы там все зарегистрированы Для Казахстана проведение праймериса – это исторический факт В этом году праймерис пройдут по новой пропорциональной системе Происходит перезагрузка партий Нур-Отан Реализация перезагрузки правящей партии Станет проведением масштабных праймерис по всей стране Это внутрипартийные выборы, это реальный социальный лифт Конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов Которые в свою очередь послужат импульсом для активизации всех неравнодушных партийцев Поэтому каждый участник должен понимать глубину ответственности, конкретности своих действий Которые впоследствии отразятся на имидже партии Лично в моем понимании праймерис – это не просто самореклама, а порядок слаженных действий целого коллектива единой партии Следует отметить, что вы являетесь выдвиженцами от партии Нур-Отан Да, я участвую от Аксусского районного филиала партии Поэтому моя цель – это представление в целом программы партии Я напомню, что наши телезрители могут принять участие в нашем сегодняшнем диалоге, в нашей сегодняшней беседе Позвонив по телефону прямого эфира, код города Талдыкургана 8-72-82-40-01-09 Также на своих телевизионных экранах вы сейчас можете увидеть номер телефона WhatsApp На WhatsApp вы можете присылать свои текстовые сообщения Ваши звуковые сообщения, к сожалению, мы в эфире пока не можем публиковать Лариса Леонидовна, скажите, пожалуйста, теперь такой к вам вопрос Каким образом будет вестись вот такая вот интересная, на мой взгляд, работа Не только по самовыдвижению, но и в том числе агитационная То есть ясно, что любой кандидат должен вести как-то свою агитационную деятельность И агитировать именно за себя, так сказать, продвигая те идеи, с которыми он собирается, собственно говоря, выйти Вы совершенно верно заметили и задали вопрос Думаю, что все-таки ситуация с пандемией, она наложила отпечаток и на праймеризе Если ранее предвыборная какая-то агитация проводилась, собирались люди, проводились встречи, листовки раздавались То есть конкретно были прямые, такой прямой контакт, прямое общение То сейчас мы идем в ногу со временем Наша агитация проходит при помощи социальных сетей в обязательном порядке Так как все больше и больше людей, они общаются в социальных сетях Информируют и узнаем мы новую информацию, именно черпаем из социальных сетей И поэтому каждый из нас, кто-то только сейчас зарегистрировался Но я являюсь активным пользователем, блогером на протяжении уже 8 лет Одна из первых, возможно, из своих соратников зарегистрировалась И освещала деятельность именно в социальных сетях Это онлайн-формат встречи У нас сейчас очень популярна эта платформа Zoom, Microsoft Teams То есть достаточно много таких возможностей современных в использовании именно в агитационном плане YouTube-канал, обязательно записываются видеообращения, ведутся прямые эфиры То есть это стало настолько доступным, что, думаю, если территориально рассмотреть То это намного расширяет наши возможности, охват людей То есть это наши, скажем, однопартийцы, которые могут сделать выбор на основании именно агитационной работы Которая проводится посредством интернет-пространства Ну, наверное, не только члены партии, но и простые граждане должны оценить работу вашу И как-то проголосовать, отдать свои голоса за тех кандидатов, которые действительно это достойны Дело в том, что Праймерис — это внутрипартийный отбор идет И принимать участие в голосовании, в онлайн-голосовании Посредством интернет-портала, приложения Праймерис Киезет Могут только партийцы Если ранее, то есть, скажем, прошлые выборы, это делалось на конференции Собиралась конференция Да, да, полные залы людей Да, это были члены партии Нур-Атан, которые каждая кандидатура обсуждалась, выдвигалась То сейчас изменился формат Соответственно, так как мы выдвигаемся от партии Нур-Атан За нас и голосовать будут именно наши однопартийцы, члены партии Нур-Атан Но, могу сказать, это же граждане нашего Казахстана И поэтому, изъявляя волю свою, отдавая голос, естественно Каждый из наших соратников, коллег, он выражает волю людей, которые находятся рядом с ним То есть, будучи сами из народа, мы знаем о его чаяниях и надежде Которые они связывают с тем или иным кандидатом, а может быть, видят свое так будущее Скажите, пожалуйста, вопрос вот к вам, Габи Турсандаевич Вот вы сказали, что вы от территориального округа Саксусского района Вот как дело у нас обстоит в сельской местности? Все-таки сельская местность, как вы считаете, насколько там люди готовы к такому методу работы, современному, на ваш взгляд? К сожалению, в связи с мировой пандемией мы столкнулись с очень многими проблемами Это именно интернет-связи в отдаленных аулах, это возможности простых сельчан и так далее Но вопросы решаются в каждой семье из школьники Усилиями местных меценатов, местных властей решаются проблемы Конечно, проблемы есть, они будут Мы, наверное, для того и пошли на правильность, чтобы содействовать решению этих вопросов Вот вы от Аксусского района, а вы какой округ представляете? Я представляю город Талдыкурган По нашему городу порядка 7 тысяч членов партии Нуратана Скажите, пожалуйста, вот вы имеете большой опыт общественной работы Вот с чем придется столкнуться вам сейчас, может быть, как вот есть такая народная мудрость Век живи, век учись С чем придется, вот к чему придется учиться сейчас на данный момент вам, на ваш взгляд? На данный момент жизнь каждый день выдвигает свои определенные требования Жизнь меняется, на месте не стоит Поэтому проблемы у людей тоже разные Поэтому нам придется быть всегда на пульсе времени Любое время мы должны отвечать на вопросы наших избирателей, наших жителей Вместе с ними обсуждать их чаян, их проблемы мы должны понимать Поэтому в социальных сетях мы публикуем свои адреса Наши телефоны, я открыт, всегда доступны Я готов обсуждать любой вопрос, который волнует жителей не только Алматинской области, всего Казахстана Просто по себе хотел бы сказать Я родился, вырос в сельской местности Начинал трудовую деятельность рядовым рабочим, сверхклассов хоза, водителем Прошел путь армия, учеба в вузе, преподаватель вуза И государственную службу до уровня руководителя областной структуры И вот этот большой опыт, который я имею И имею степень магистра юриспруденции Я в дальнейшем хотел бы использовать именно в законотворческой деятельности парламента Я думаю, что практика и юридическое образование Мне поможет принимать правильные решения при обсуждении данных вопросов Скажите, на сегодняшний день у вас есть уже какие-то, может быть, вот как у каждого кандидата У него своя программа, свои мысли Какая у вас, может быть, уже есть на сегодняшний день какая-то основная мысль вашей программы Что-то интересное, что вы сегодня предлагаете для нашего народа, для нашего населения Что-то улучшить, что-то сделать лучше Да, конечно, прежде всего у нас общая политическая программа Это программа партии То есть я выдвигаюсь от районного филиала партии Нур-Отан, Аксусского района Соответственно, у нас есть предвыборная программа районного филиала А также есть общая программа партии Нур-Отан, когда в дальнейшем уже мы будем конкурировать с другими политическими партиями Но в то же время есть конкретные детали для жителей Аксусского района Это проблема развития системы орошения полей Вы знаете, Аксусский регион, это сельскохозяйственный Там возрождается сахарная свеклоотрасль И для получения необходимого количества урожая Сначала нужно восстановить систему орошения Для создания условий, нормальных условий для сельчан, для крестьян Кроме того, Аксусский район Это территория бывшего Капальского района, Бурль-Тюбинского региона Это станции Игнсу, Матай, Аллажиди, Мулала Это Капальский регион, приграничный Там своих проблем тоже достаточно Приграничные районы не должны пустовать Это стратегический район Это развитие туризма Это возрождение славных традиций Это газификация этих дальних аулов, сел Эти все проблемы, которые на первом месте волнуют жители района Я бы хотел приложить все усилия для скорейшего решения перетисленных проблем Я напомню телефон прямого эфира программы сегодня Код города Талдыкурган 8-72-82-40-01-09 Звоните, задавайте свои вопросы, принимайте участие в нашей беседе Вот у нас уже есть телефонный звонок от нашего телезрителя Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас Добрый вечер Рахмет, это вопрос о квоте социальных групп Вы можете на государственном языке ответить, поскольку вопрос задан на государственном языке Еламан сұраңызға рахмет Партиялық тізімдердің сапалық құрамына койылатын талаптар Бұл партиялық тізімдерде кем дегенде 30% айелдердің Және 20% 35% жасқа дейінгі жастардың болуы Және де көп балаланалардың, қандастардың ерекше қажеттіліктері бар Адамдардың және басқа да әлеметтік топтардың өкілдері Сайлаушылардың өмірлік құрылымдарына қарай ескерлігі мүмкін Ну, граждане, очень приятно, что наши телезрители как-то активизировались У нас уже вот следующий телезритель, который непременно желает задать нам вопрос в прямом эфире Пожалуйста, слушайте, слушаем вас, говорите Сәлем атпыстармас Добрый вечер Мен Ақсаладан қабарластыға тұрғын, Ақсаладан тұрғаны Мухаммадива Марал Менің сұрағын Қаби Тұрсымбай оңна Менің білгім келгені, өгіт жұмыстың жүргізуге Кандидаттарға қаражатты қардиадан бөлінеме Рахмет Мүйелі айтсалият партии финансиалы сүредісті Да-да-да, сөршін, я понел Ақсаладанның тұрғындары негізінен 90%-дан астам қазақ халқы болғандын Жаңағы сұрақтар мемлекеттік тілде қойлып жатыр Еферде қабар орыс тілде жүргіратқан мен Соныттан рахмет қойған сұрақтарыңызға Бұл жерде айтайын дегенім Партияның тарапынан, айтпісі басқа дайда бір мемлекеттің тарапынан Жол берілмейді қаржыландыруға өгіт насихат жұмыстың жүргізуге Өгіт насихат жұмыстың жүргізуге арналатын қаржы Кандидаттың өз есевінен болу тез Біздің алдынала осы праймерзге қатысушылардың өзіра келісіміз бойынша Аудандық партия ғамитетіменен Ақсы Ауданның үйімдастыру ғамитеті ғамитетін үшімен жүргіз әжілің үшін келген болу этоңой Габир Турсанович нам рассказал о тех чаяниях, которые сегодня сельское население высказывает, в частности, озвучил проблемы. Вот о чем сегодня говорят горожане, о чем они просят, что хотят поменять, может быть, даже наши члены партии, которые живут вместе с нами, ходят по тем же улицам, что-то замечают и что-то говорят. Что они предлагают вам? Вы знаете, наверное, время вносит свои коррективы. И сейчас мы говорим о том, что государство для граждан. То есть, значит, граждане должны в первую очередь принимать участие в решении каких-либо вопросов. То есть, они должны с учетом мнений граждан. Это такой яркий пример показало, что аккумулировались, объединились граждане и подняли вопрос о вырубке парка ветеранов. То есть, вырубка была остановлена, пересмотрен проект. И это большой плюс. Это показывает, что граждане, объединившись и решая, ведя конструктивный диалог с государственными органами, могут прийти к очень хорошим вещам и к решениям и соблюсти все интересы, скажем так. Поэтому одно из основных моих направлений в деятельности, и я надеюсь, что у меня получится, это развитие местного самоуправления. В первую очередь. Это уже показывает результаты, и мы видим, что люди высказывают свое мнение. Уже в социальных сетях выкладываются, указываются на какие-то недоработки государственных органов или частного сектора, бизнес-сектора. То есть, люди готовы к конструктивному диалогу. И важно просто направить это в нужное русло, то есть показать, как это делается. В моей практике в общественной деятельности есть опыт проведения общественной экспертизы государственных программ. То есть, это один из пунктов основных. И поэтому все делается очень важно, и это основная цель партии – это повышение уровня жизни граждан. Очень волнует наших горожан ситуация с молодежью. Естественно, Талдыкурган – это наш студенческий город. И важно обеспечивать молодых людей, семьи, жилье, инфраструктура. Это рабочие места, развитие молодого бизнеса, то есть помогать. У нас замечательная программа в государстве есть. Но не всегда они правильно доносятся до граждан. И еще одно направление мое, пожалуй, это, наверное, мое любимое, с которого я начинала в общественной деятельности более 20 лет. Я всегда говорю «наше счастье в наших детях». И одно из таких моих любимых направлений – это воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданской идентичности. То, чем сейчас занимаются представители этнокультурных объединений, ассамблея. То есть ведется огромная работа. И мы видим изнутри, в каком направлении ее вести. Как работать в тандеме с образованием, с семьей. Так как у нас при ассамблее есть и совет матерей, и медиация работает. Но опыт есть, и есть результаты в работе. И поэтому я думаю, что я могу больше сделать, если меня поверят, поддержат и будут рядом со мной. Ну, раз уже есть обращение к каждому из вас, то я уверен, уже есть те люди, которые будут действительно реально за вас отдадут свои голоса. И, собственно говоря, связывать свое будущее именно с вами. Потому что вам придется все-таки доносить эти вопросы как-то в случае вашей победы в этой программе. Вот сейчас у вас есть возможность назвать свои контакты, куда могут обратиться ваши потенциальные избиратели, члены партии, коллеги с какими-то вопросами, с какими-то предложениями по предстоящим выборам. То есть по предстоящему праймеризу, простите. Итак, пожалуйста, кто первый из вас назвал? Ну, знаете, я доступна в социальных сетях. Лариса Котельникова есть и на Фейсбуке, и в Инстаграме. Телефон плюс семь, три семерки, четыреста семьдесят семь, двадцать два. Это мой рабочий номер и с WhatsApp. Номером могу сразу сказать, не всегда имею возможности сразу взять трубку и ответить, но в WhatsApp отправляют сообщения. Буквально сегодня было обращение от отца, который воспитывает ребенка, и мать сейчас заявила права на ребенка. Вот сейчас этот вопрос помогаем решать, как выйти правильно. Поэтому в WhatsApp, пожалуйста, пишите, отправляйте голосовые, всегда доступны, 24 часа в сутки. Гаверий Турсомович, и ваш контактный номер, куда могут звонить ваши потенциальные избиратели? У меня также на Фейсбуке, на Инстаграме есть странички. Пожалуйста, любое время можете написать отклики, вопросы. Кроме этого, у меня номер телефона на WhatsApp, который 8707-564-1737. Я постоянно на связи. Кроме того, у нас существует по линии службы сайт Ассамблей народа Казахстана, где можно оставлять свои пожелания или вопросы. К сожалению, время нашего прямого эфира вот так вот незаметно подходит к своему завершению. Я бы хотел вам пожелать, в первую очередь, удачного участия в этом пилотном проекте программы «Праймеры» от партии «Нарутан». Спасибо. Быть действительно поддержанными своими коллегами по партии, которые отдадут свои голоса. Ну а вы уже должны оправдать то доверие, которое вам окажут ваши избиратели. Ну, в свою очередь, нашим телезрителям хотелось бы пожелать здоровья, чтобы вы принимали активное участие вот в таких вот общественных делах и не проходили мимо праймерисов, голосований, всевозможных выборов, поскольку это наше будущее, и каждый из нас должен принять в нем участие. До следующих встреч в следующем эфире программы «Сегодня». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok